Вера Утисеть, Финляндия Русские не могут отличить зло от добра Антикеркала Вера Утисеть.фи, Финляндия 8 июля 2019 года Неспособность понять причины распада СССР привела в России к масштабному кризису морали, считает писатель Юка Малинин Юка Малинин, в своей статье для Международного центра обороны и безопасности, ИЧЦ Он ссылается на результаты исследований, согласно которым популярность диктатора Иосифа Сталина возросла за несколько последних лет с 54% до 70% Андрей Колесников, исследователь Московского центра Карниги, объяснил этот всплеск оккупации Крыма и вызванный ей волной национализма и империализма Восхищение Сталиным стало в России морально допустимым По мнению Малинина, восторженное отношение к Советскому Союзу является реакцией на хаос в современном обществе Согласно опросу, проведенному в 2018 году, россияне боятся масштабной войны, произвола чиновников, деспотизма власти, а также действий полиции и мафии Эти страхи демонстрируют разочарование властью президента Владимира Путина Сталин – опиум для народа России в условиях недостижимости благосостояния правового государства, говорит Юка Малинин Существуют опасения, что события последних лет сломали традиционные взгляды интеллигенции, в соответствии с которыми Россия по своей сути является европейской страной, чтящей идеи просвещения К примеру, мышление Льва Толстого основывалось преимущественно на христианской морали и гуманизме Поэтесса и лингвист Ольга Седокова представила в своем произведении, вышедшем в 2019 году, мрачную картину ситуации, сложившейся в России По мнению Седоковой, народ и чиновники объединились в единую массу, взращивающую военную истерию и агрессивную политику Она считает, что вместе с захватом Крымского полуострова рухнули все надежды на положительное развитие России Поэтесс ищет причину в глубинах российской культуры и особом понимании грани добра и зла Русские верят теориям заговора и параноидальным фантазиям больше, чем логике Мораль выражается интуитивно, а не через логику Неспособность распознать зло вполне допускает дискриминацию инакомыслящих и представителей меньшинств, пишет Юка Малинин Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...